Дамы и господа, перед вами картина, нарисованная пастелью. Картина маслом. Девушка у нас здесь грустит немножко, да? И картина, сотворенная, так сказать, цифровыми красками. То есть цифровая живопись. Не удивил, да, в 2017 году? А если вот так? Этот вид искусства называется «диджитал арт дополненной реальности». Качели в небесах, левитирующие поезда, НЛО в заброшенных районах. Сюрреалистические живые полотна – плод воображения вот этого человека. Я Алексей Андреев, цифровой художник. Мои главные инструменты – цифровой планшет и компьютер. Алексей в 80-х выучился на художниках графика. Но цифровую живопись полюбил в 2010-х, работая над концепт-артом мультфильма «Кинза-дза». Кух, папа! Техника цифровой живописи позволяет имитировать различные традиционные техники, такие как акварель или масляные краски. Если результат нас не устраивает, мы можем легко отменить все сделанные действия. Во всем остальном эта техника столь же рукописна, индивидуальна, как и обычная аналоговая живопись. Рисует одну картину Алексей от получаса до трех дней. Оживляет вместе со специалистами по анимации, 3D-моделированию и постпродакшену. Также к каждому сюжету композитор создает оригинальный атмосферный саундтрек. Их можно рассматривать и как обычные картины, просто со смартфоном погружение глубже. В будущем, например, можно взять и распечатать такие большие обои. Почему уже в будущем? Вот недавно у меня была выставка, у меня распечатывали метров 20 в шириной мою работу. 20 метров? Примерно 20 метров. Я представляю, там люди, наверное, подходили, вот так к стенке погружались со смартфоном. Это была сцена, возле которой, собственно, проходили концерты. Цифровые полотна на масштабных стендах, маленькие открытки и картины в интернете, оживающие с помощью смартфона. Только верхушка айсберга. Сегодня Алексей вместе с международной командой работает над проектом виртуальной недвижимости. В планах поделить землю на зоны дополненной реальности и в них создать цифровые арт-объекты. Первая инсталляция можно будет увидеть на улицах Петербурга и других городов уже в 2018 году. Вот перед нами площадь. Представьте, что над ней висит огромный арт-объект. Пирамида, корабль, летающая тарелка, да все что угодно. Он и тип телеканала Санкт-Петербург. Абсолютно верно. И мы не ограничены при этом ни размером, ни формой, ни цветом, ни анимацией. Вообще не ограничены ничем. Вы так это все вкусно рассказали, что я даже согрелся. Хочу сказать, заманчивое будущее нас ждет, Алексей. Интересно.